Ребят, всем привет! Повстайте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно? Ребят, всем слышно или только Таня? Отлично! Ребята, давайте познакомимся. Меня зовут Виктория Кузьмина. Я менеджер 9% из города Череповец. Мама в декрете. Ну, как в декрете? 18 марта у меня сегодня исполнилось уже 3 года. Я должна была выходить на работу. И вот можно сказать, что все, я вышла. Я здесь с вами. То есть никуда уже, никакую работу я себе искать не собираюсь. Мне здесь нравится. Я уверена, здесь в Росте. В своем будущем доходе. В хорошем, в большом, да? Вот. Давайте сейчас уже начнем немножечко, к чему мы здесь собрались. О чем вы услышите на этой презентации, да? О сути бизнеса. О том, что нужно делать, чтобы бизнес развивался. Шипит? Сейчас попробую немножко убавить. Ну, вот так вот только, если, ребят. О том, откуда берутся деньги. О том, кто вам будет во всем помогать. И о том, что вы получаете проделанной работы. Ребят, чем люди пользуются каждый день? Что делают каждое утро? Есть предположения? Правильно, Танюшка, да. Умываются. То есть средства гигиены, косметика – это оптимальный товар для создания бизнеса, который работает на вас 24 часа в сутки. Зубы чистят, конечно, да. То есть вот посмотрите, да, здесь на слайдике видно и косметика, и мыло, и зубная паста. Это все то, что нам необходимо каждый день. Потому что мы моемся, девушки красятся, мужчины бреются, да. Это то, без чего утро не начинается. Мы же с вами не поросята, да, и не встаем, глазки руками протерли и пошли там куда-то по своим делам. Нет, такого нету. Все умываемся. И вот вы когда-нибудь задумывались, что вы создаете уже товарообороты? Причем огромные товарообороты. Как вы их создаете? У вас все вот это, чем мы пользуемся, шампуни, зубные пасты, все остальное, оно имеет свойство заканчиваться. И если оно заканчивается, мы идем его и где-то приобретаем, в каких-то магазинах. Причем приобретаем так, что смотрите, если там идет какая-то скидка, вы приобрели себе по выгодной, да, там, допустим, два по цене одного, вышли на улицу, встретили свою подругу. И говорите ей, ой, Таня, слушай, я сейчас там была вот в этом магазинчике, там вот зубная паста, два тюбика по цене одной, иди сходи, пригодится. Она пойдет, тоже сходит, купит, почему бы не пригодится, конечно, пригодится, правда? И вы сами даже того не зная, не задумываясь даже об этом, сделали рекламу какому-то магазину и сделали ему товарооборот. Давайте вот немножечко рассмотрим, сколько примерно получают магазины от нас, да? Вот, допустим, пример, большой дом, да, никто не заплатит вам за это, вы сделали рекламу и сделали ее бесплатно. На примере большого дома, смотрите, одна семья в среднем в месяц, ну, примерно тысячу рублей точно, как бы, выкладывают в магазинах, да, вот за средства гигиены. А если 8 квартир, это получается 8 тысяч рублей ежемесячно, да, вот с 8 квартир уходят магазины. А там 15 этажей в доме, 120 тысяч рублей. А подъездов 9, а не 1. Миллион с лишним, да, уходят только. С этого учредитель магазина имеет примерно 30-40%. То есть 432 тысячи в каждой месте с одного только живого дома, да, получают какой-то дяденька, какой-то предприниматель. Как вот, допустим, работает классический бизнес? Вот смотрите, ребята, есть какой-то производитель, да, от производителя и до потребителя товар проходит множество наценок. Это и реклама, потому что не будет рекламы, ну, товар будет плохо расходиться, согласитесь, но рекламу нужно потратиться. Это и дилеры различные, это транспорт, то есть надо как-то доставить, да, товар. Это склады, где это все хранится. Плюс сами магазины еще делают наценку, потому что им нужно оплачивать и аренду помещения, и свет, и труд наемных рабочих, да, кассиров, продавцов и так далее. И в результате пока от производителя к потребителю дойдет товар, он терпит множество наценок. Я думаю, что, ну, цена продукта вырастает на 100%, это точно. То есть если он стоил 10 рублей исходно, да, когда он до вас дойдет, он будет уже 100 рублей стоить. Это большие наценки. А схема прямых продаж, вот как у нас, да, происходит. Есть производитель, компания Reflame, есть мы, консультанты, и есть потребитель. То есть компания-производитель уже взяла на себя и всю логистику, и транспортное, да, и хранение, и все остальное. Вам уже даже не стоит об этом думать, потому что компания за вас об этом подумала. И здесь нету таких наценок, как вот в обычном, в классическом бизнесе, да, на земле который. Откуда же здесь берутся деньги, да, многие задают вопрос, если вы ничего не продаете, откуда деньги-то берутся? Смотрите, деньги берутся, вы купили для себя, допустим, на 100 рублей, и еще 100 человек купили для себя на 100 рублей. Это получилось 10 тысяч рублей товарооборот компании, да. Ваш доход примерно составит около 1000 рублей. А теперь рассмотрим такую ситуацию. Та же сумма, 100 рублей. Мы уже 1000 человек купили для себя, именно для личного пользования на эти же 100 рублей. 100 тысяч. И ваш доход примерно 10 тысяч рублей. А если вы купили не на 100 рублей, да, там какой-то кусочек мыла или еще что-то, а вот как обычно, вот пошли в ванну, сделали ревизию, этого нету, этого нету, этого нету, и заказали в своем магазине, они пошли к дяде, допустим, на 3000 рублей. И еще 100 человек сделала так же. Товарооборот компании составил 300 тысяч. Ваш доход примерно 30 тысяч рублей. А если не 100 человек купила, а 1000, то есть вот один человек на 3000, и еще 1000 купили для себя что-то на 3000. Смотрите, какая уже разница, да. 3 миллиона товарооборотов. А ваш доход более 100 тысяч. То есть деньги берутся от товарооборота, построенного на личном потреблении на вашем. От привычки того, что вы идете не в дяде, эти деньги относите в какой-то магазин, а покупаете в своем онлайн-магазине. Почему мы выбрали именно Арифлэйн Косметик в качестве компании, партнера? Ребят, возраст компании 49 лет. В 2017 году у нее уже будет юбилей, исполнится 50 лет. Масштабность 62 страны мира. Это говорит о чем? Это говорит о том, что компания стабильная. Это не та компания-однодневка, которая, вот знаете, очень много создается компаний, но они не выдерживают конкуренцию по разным причинам. А вы приходите в те компании, начинаете вкладывать свои силы, усилия, и, возможно, у вас начинает что-то получаться, но компания просто не выдерживает на рынке конкуренцию. И все, все усилия, они никуда уходят. А Арифлэйн, она уже 49 лет на рынке, с ней такого просто быть не может. Она всегда выдерживает конкуренцию. Товарооборот в год, посмотрите, какие суммы. Это в евро. Я даже боюсь озвучивать эту сумму. Какая компания получает товарооборот какую, да? Очень известный раскрученный бренд. Арифлэйн не нужно рекламировать. Его все знают. Мы не работаем на рекламу Арифлэйн. Товары массового спроса, они всегда в ходу. Что бы ни случилось, всегда будем чистить зубы, всегда будем мыться. Быстрая и удобная доставка. То есть, ну, ребят, реально быстро. Вот, допустим, я делаю заказ, сделала в пятницу, в среду у меня пришло, потому что суббота, воскресенье не собирают заказы, да? Три дня. Три дня у меня уходит на то, чтобы получить заказ. Всего. Качественный продукт. Продукция вся сертифицирована. То, что мы покупаем в магазинах, ну, никто вам не даст гарантию, что это качественный продукт, что это не подделка и не сделано в подвале где-нибудь. Здесь вы знаете, что вы заказываете у производителя напрямую, без посредников. Нет финансовых вложений. Вы приходите, вы начинаете работать, вы начинаете развиваться, при этом вы ничего не вкладываете. Есть 149 рублей сумма за регистрацию, да? Компания запускает такие акции, что эти денежки нам возвращаются. То есть, по сути, вложений вообще нету нисколько. То есть, все здорово и все классно. Официальный доход через банк 17 раз в год. Ребята, где еще платят зарплату 17 раз в год? Думаю, нигде. И это готовый бизнес под ключ. Готовая рабочая система. То есть, по сути, это можно отнести даже к какой-то степени к франшизе. Но франшиза стоит бешеных денег, чтобы ее приопрести и раскрутить, да? Это бешеные деньги. А здесь все компания вам предоставила уже готовую программу. Просто бери, работай. Не изобретая ничего нового, ничего изобретать не надо. У компании есть свой исследовательский центр кожи Арифлейм. Здесь вот на фотографии изображен директор института. Сам центр начал свою работу в 2008 году в Стергольме. Эксперты центра работают на создание уникальных технологий в области исследований средств по уходу за кожей класса люкс. Такие исследования проводятся на клеточном уровне и занимают от 3 до 10 лет. То есть, если, понимаете, на антикетке, на продукте написано о том, что он сокращает морщинки, да, на 85%, или о том, что 8-часовая защита, или о новых инновационных формулах, или каких-либо эффектах, то это действительно так. Компания не просто так об этом говорит. Она проводит исследования и заботится о нас. Почему мы выбрали именно Арифлейм, да? Даже, наверное, не почему выбрали, а вот почему я пришла в Арифлейм. Во-первых, этот бизнес полностью помещается в ноутбуке. Где еще есть такой бизнес, который вот он у вас, в вашем ноутбуке? Вы не привязаны к бизнесу территориально. То есть, если вы хотели куда-то поехать, да, без проблем. Главное, какой-то носитель, да, планшет, ноутбук, интернет. Взяли с тобой бизнес, у вас с тобой в кармане, можно сказать, да. Вы сами выбираете, когда вам работать, а когда отдыхать. То есть, тут нет такого, что как вот на наемном труде, да, вы работаете, 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 и не знаете, когда конкретно у вас отпуск. Вы знаете, что примерно, наверное, там может быть летом. И не можете точно планировать. Здесь вы сами себя хозяин. Вы сами определяете уровень своего дохода. Ребят, как вы работаете, как обучаетесь, как рекрутируете, так и зарабатываете. То есть, то зависит только от вас, то и в ваших руках. Здесь не важны возраст, пол или образование. У нас есть обучение. То есть, компания об этом позаботилась. Она обучает нас, да. Совсем не важно, какое у вас образование. Высшее, но два высших или просто средние. Не важно. Система позволяет полностью дистанционно управлять командой, обучать и обучаться, не выходя из дома. То есть, представьте, все классно, да, сидите дома на мягком диванчике, и работаете, и обучаетесь. Здорово. Ассортимент компании более 1500 наименований. То есть, очень большой и широкий ассортимент. Здесь и уход за кожей, да, предоставлено. И декоративная косметика, парфюмерия, уход за телом и волосами, аксессуары, велнос от Арифлэн. Про велнос я вообще не могу промолчать. То есть, это вообще суперская серия. У меня вся семья пользуется волнос. И видим результаты, и нам нравится. И ребенок у меня часто раньше болел. Сейчас заказываем Омегу и мультикомплекс детский, да. Заметна разница, очень сильно заметна. Во-первых, он стал реже болеть. А во-вторых, как-то сам процесс этот проходит быстрее и проще. Способы заработка в Арифлэн. Заказать продукцию для себя и экономить. Ребята, экономия, это тоже можно в какой-то степени отнести к доходу. Потому что на эти сэкономленные денежки, да, на эту с помощью скидки вот этой, которую вы получаете автоматом, как только зарегистрировались в компанию, можно приобрести что-то другое. То есть это тоже как, ну, разновидность дохода, скажем так, да. Продавать и получать немедленную прибыль. По сути, мы здесь не занимаемся продажами. Но если вы без продаж никуда, есть такие люди, да, вот они всю жизнь в торговле работают, и им скучно без продаж, или хотите просто получать немедленную прибыль, вот в размере вот этой разницы скидки, и, пожалуйста, вам никто не запрещает, занимайтесь. Строить свой бизнес, интернет-магазин, да, получать пассивный доход. Это как раз-таки то вот самое основное наше, да, то есть мы работаем именно по этой схеме. Именно так. Строим свой бизнес. Что нужно делать, чтобы рост товара оборот в вашем интернет-магазине? Всего три действия, ребята. Всего три действия. Создаем поток людей в бизнес. Как это происходит? Рекрутируем. Соцсети, доски объявлений, теплый рынок, холодный, без разницы. Вы выбираете именно тот метод рекрутинга, который вам больше подходит. Вы пробуете, пробуете разные, да, и дальше уже видите результат, делаете выводы, что вам больше подходит, какой метод для вас лучше. Вот вы прорекрутировали, откликнулся кандидат. Даем людям информацию о бизнесе. Рассказываем им. Мы как информационные менеджеры, да, действуем на данной ситуации. Если человек и нас все устраивает, регистрируем на официальном сайте. Далее выдаем все необходимые инструкции. Обучаем новичков, помогаем их. Обязательно, никогда не должно быть такого, что вот вы спонсор, вы пригласили и исчезли. Новичок остался один, сам с собой наедине, не знает, что ему делать, с чего начинать, куда вообще бежать, о чем речь. Да, если так происходит, то бизнес вы так не построите. Нельзя пропадать, обязательно нужно помогать и обучать. Мы, ребят, выявляем ключевых партнеров и создаем большую команду, свою дружную большую команду. Когда мы рекрутируем и регистрируем людей, ребят, мы не работаем по схеме вот такой ромашки. Мы не регистрируем каждого новичка именно под себя. Это не очень действенно. Очень тяжело развиваться, когда такая регистрация проходит. Но мы регистрируем морковкой. Вот как вот здесь вот немножко не совсем понятно, может быть, да, но попытаюсь объяснить на слайде. Вот сверху это вы. Вы порекрутировали и пригласили Ваню. Зарегистрировали Ваню под себя. Ваня еще новичок, работать не умеет, еще пока обучается. Но вы-то еще, все еще работаете, продолжаете. Нашли Свету. И Свету уже регистрируете. Привет. И Свету уже регистрируете не под себя, а под Ваню, под последнего. Ваня включился в работу, начал работать, вот к нему пришла Юля. И Ваня Юля регистрирует не под себя, а под Свету, под последнего и так далее. Дальше уже, когда, конечно, вы видите, что вот ваша эта веточка начала работать, что вы в нее вложили по максимуму, научили их, обучили, да. И они самостоятельно, эта веточка, она уже работает. Можете начинать вторую веточку свою, да, чтобы у вас был отрыв. Но первоначально, ребята, только под последнего. И когда начинаете регистрировать новички, да, обязательно соедите со своим спонсором и проведите первую регистрацию совместно с ним, чтобы не наделать ошибок и потом не появилась путаница, да, кто под кого зарегистрирован, кто какую ветку где строит. Второе, что обязательно, да, чтобы ваш бизнес развивался, это обучаемся и обучаем. У нас проходят ежедневные вебинары в 9, в 11, в 5, в 9 вечера по Москве. В 15.00 вебинар по продукту есть, в 18 вебинары по рекрутингу, плюс командное обучение, плюс планерки менеджеров, директоров. Обязательно, ребята, обучение, планерки посещать нужно. Не думайте, что вы один раз ходили на какую-то тему, послушали, и вы все поняли. Нет, ребят, я постоянно посещаю обучение, и на каждом обучении, возможно, одна и та же тема, но всегда нахожу для себя что-то новое. Также просмотр записей и вебинаров на Ютубе, то есть, ну, бывает, что не подстроится, да, под онлайн записях. Читаем бизнес-литературу. Обязательно нужно развиваться не только смотря, но и читая, да, то есть личностно развиваться. Посещаем мероприятия, очень много мероприятий, компания Гелат. Слушаем и повторяем с помощью. Ребята, будьте профессионалами и растите профессионалов. Вот здесь вот у меня есть на слайдике три книжки, да, вот эти книги, их нужно прочитать. Особенно вот для новичков, ребята, начните 10 уроков на салфетках, начните с этой книги, ее обязательно нужно знать, не знать, прочитать. Третье правило. Покупаем в своем интернет-магазине. Откуда берется товарооборот, да, то есть мы покупаем для себя в своем интернет-магазине, а не ходим к дяде. Каждый приходит в команду строить свой бизнес и делает свой личный товарооборот. Крайне нелогично ходить к конкуренту и носить ему свои деньги. Вот представьте, ребята, допустим, вы занимаетесь, ваша фирма занимается изготовлением пластиковых окон. У вас, ну, окна старые еще такие, да, деревянные, с них сифонит, холодина. Вы нуждаетесь в том, чтобы вставить окна. Неужели вы пойдете к какому-то другому, к другой компании, которая занимается окнами, когда вы сами этим занимаетесь, вы же, конечно, у себя будете эти окна приобретать. Не пойдете же к кому-то другому. Это вообще, ну, это в голове не укладывается, это в верхней логичности. Вот здесь вот на слайде, смотрите, да. Обычный магазин, в который вы привыкли ходить, интернет-магазин ваш, личный. Меняем обычный магазин на свой интернет-магазин. Я покупаю средства личной гигиены, косметику, витамины, аксессуары, делаю товарооборот, кому? Доход получает дядя или доход получаю я? Да, конечно, не выгодно тебе доход делать. Конечно, я буду у себя приобретать в интернет-магазине, чем у какого-то дяди. То есть, смотрите, ребята, вот как строится бизнес. Есть вы, есть кандидаты, которых вы пригласили, ваши новички. Каждый для себя что-то приобретает. И таким образом появляются бонус-баллы группы. Не ваши личные, а все ваши группы. И вас, и тех людей, которых вы пригласили. Набрали вместе с командой 150 бонус-баллов. Вы вышли на 3%. Вы консультант 3%. Набрали на 450 бонус-баллов. Вы консультант 6%. Дальше ваш товарооборот составил 900 бонус-баллов общий. Вы уже менеджер 9%. И так далее. Вот так происходит ваш рост. С самого-самого начала, с самого низа и вверх, вверх, вверх. Это лестница успеха. Ребята, вот эта лестница успеха, она должна быть у всех. Новички, у кого нет, спросите у вашего спонсора. Здесь полностью. От самого начала, от нуля, да. Как вы только пришли, как вы новичок. И до самого верха. Ребята, посмотрите на эту лестницу, изучите ее. Поставьте для себя цель. Какой доход бы вы хотели получать. И четко стремитесь к этому, идите к этой цели. Только когда знаете цель, когда к ней стремитесь, тогда у вас будет все получаться. Как выплачивается доход? Ребята, доход выплачивается только через расчетный счет индивидуального предпринимателя. Почему? Потому что компания международная, легальная. Никаких кошельков электронных, Яндекс деньги, Киеви деньги и тому подобное. Черных зарплат здесь нет. Только все официально, только белая зарплата. Мы являемся бизнес-партнерами, а не наемными сотрудниками. Мы платим 6% налог по упрощенной системе налогообложения с дохода. И 20 тысяч, ну там сейчас, по-моему, каждый год суммы меняются. Сейчас уже сумма, по-моему, больше в пенсионный фонд и в страховую. Для сравнения, на наемной работе вы отдаете 13% зарплаты налога. Ну и с различными мелкие налоги. И я не говорю, ребята, о том, что ИП нужно открывать, отбежать с первых дней, как вы только пришли, да. Только зарегистрировались и сразу побежали ИП открывать. Это можно сделать, конечно, но это не совсем целесообразно. Потому что вы пока еще новичок, у вас еще доход не очень высокий, а налоги платить все равно нужно. И налоговую, да, 6% с любого дохода вы сможете заплатить. Но пенсионная и страховая, да, они не будут смотреть, был у вас доход какой-то или не было. Они скажут, выйдите и положите раз в год все равно. А так вообще, конечно, открывать вы можете, когда хотите, по вашему желанию. Ну лучше примерно где-то с директорского уровня, не раньше. Хотя ваше желание, естественно. Вот здесь вот на слайдике скрин одного из наших партнеров о доходе, да. Посмотрите, за год работы выплачено какая сумма. Это более миллиона. Миллион 69 тысяч 495 тысяч рублей. Вот видно, корреспондент, да, о Алифлейм Косметикс. Вот какие были выплаты. И займите вот на дату, посмотрите. То есть не каждый месяц идет выплата, да, а с 17 раз в год выходит выплата. Каждый каталог каталожна. 21 февраля. Следующая уже не 21 марта, а 14 марта. То есть где еще зарплату так платят нам, чтобы столько получали мы? Да нигде. Никто там, ни один предприниматель, ни государство, никто не предложит вам такой доход. Кто будет помогать, ребят? Обязательно, когда вы новичок, только приходите. Естественно, вам одному трудно. Вам будет помогать команда. То есть спонсорская поддержка и обучение. То есть тот спонсор, человек, который вас пригласил. У нас есть скайп-чат, они работают 24 часа 7 дней в неделю. То есть почему так получается? У нас компания международная, часовые пояса у всех разные. Получается, что вот у нас нож, да, а у кого-то утро, день. Поэтому скайп-чаты, они 24 часа в сутки практически работают. Если такая ситуация, что не можете достучаться до спонсора, да, нету спонсора сейчас на связи. Пожалуйста, пишите в чат, там вас тоже никогда не оставят, кто подскажет. Или связывайтесь с вышестоящими спонсорами, с директорами, да. То есть они тоже всегда помогут, подскажут, никогда не откажут. Потому что мы все заинтересованы, чтобы новички росли. Растут наши новички, растем и мы. Не будет их роста, не будет и нашего роста. И всегда-всегда задавайте вопросы, ребят. Потому что задаете вопросы, быстрее будете вникать и быстрее будете понимать, чем нежели просто сидеть, отсиживаться и думать, ай да когда-нибудь дойдет. Не дойдет, всегда спрашивайте. Также помогает компания-производитель, то есть вот о чем я вначале говорила, да. Она взяла уже на себя все расходы в плане транспорта, хранения. То есть склады. Вам не надо об этом думать. Компания за вас уже обо всем подумала. Бухгалтерия, это все на компании, да. То есть вам уже об этом задумываться не надо. И вот смотрите, вот такой скрайзик, он мне очень нравится. Справа изображена работа по найму. Как это обычно происходит. Посмотрите. Кто-то падает, кто-то валяется. И никто, кто бы руку помощи подал. Да никто не подает. А почему? Да потому что обычно в традиционном, вот в таком, да, заработке всем выгодно, чтобы подсидеть кого-то. Чтобы занять его должность, чтобы подняться по карьере выше. Поэтому там никто никому не помогает. А у нас сетевой маркетинг. Смотрите, все друг за друга держатся, да. Все руку помощи протягивают. Потому что вот выгодно, я еще раз повторюсь, выгодно, когда растут наши новички, растем и мы. Иначе роста не будет. Иначе мы не будем развиваться, если мы не будем друг другу помогать. Если мы там будем что-то скрывать, какую-то информацию, выявили там какой-то для себя эффективный метод рекрутинга, да. И сидим сами рекрутируем, никому об этом не рассказываем. Как вот мышки такие затихарились, да, с вами работаем, с командой не делимся. Нет, тогда, ну, и команда не будет расти. Что толку, если вы один-то рекрутируете, да, чтобы все, ну, как бы было хорошо, чтобы все росли, чтобы все развивались. И вы тогда будете развиваться. Сетевой маркетинг и финансовая пирамида, ребята. Это вот два таких понятия, которые люди, может быть, по своей неграмотности, может быть, еще почему-то, может, потому что не хотят вникать или думать, путают. Очень часто, да, бывают такие моменты, когда, ой, да, это финансовая пирамида. Смотрите, ребята, есть огромное, грандиозное различие между финансовой пирамидой и сетевым маркетингом. В сетевом маркетинг, там есть реальный продукт для продвижения, либо это услуга, либо это продукт, но они реальные, да. В финансовой пирамиде этот продукт отсутствует напрочь. В финансовых пирамидах там какой-то воздух продают, не более того, только воздух. Там какие-то птички, которые несут золотые яйца. Бред. Это реальный товар? Нет, это не реальный товар. Птички. Смотрите, стоимость регистрации в сетевом маркетинге от 20 до 45 долларов, а то и вообще бесплатная. В финансовой же пирамиде стоимость регистрации от 500 долларов. Я не знаю, ограничивается ли она реально двумя тысячами долларов. Может быть, там где-то и в каких-то пирамидах гораздо больше еще вложений требуют. В сетевом маркетинге заработок идет от реализации продукта. А в финансовой пирамиде заработок идет от вступительных взносов, но в прибывших членах. То есть каждый человек, который вступает в эту пирамиду, да, он делает взнос. За это там кто выше, там те и получают какие-то, я не знаю, выплаты, если получают, конечно. В сетевом маркетинге система обучения и личностный рост. В финансовой пирамиде, конечно же, этого нет. Это отсутствует там. В сетевом маркетинге вы сами принимаете решение, вступай в бизнес или нет. То есть вы пришли, посмотрели, как у нас, да, есть демо-версия. Вы пришли, посмотрели, нравится вам, не нравится, устраивает, не устраивает. И сами решили, будете вы заниматься этим бизнесом или нет. В финансовой пирамиде идет жестокое зомбирование. Быстрее, 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 пока человек не успел опомниться, вот его надо в это все вовлечь. В сетевом маркетинге официальная регистрация и сертификация продукции. В финансовой пирамиде, естественно, этого нет. То есть у нас все официально. В пирамидах никто вас не будет оформлять. Там и выплаты никаких официальных нет. Нету, дай бог, если вы какую-то выплату получите, так это максимум будет какой-то электронный кошелек, скорее всего. Слайд очень интересный, мне нравится этот слайд. Первое правило. Начал, продолжай. Многие жалуются, что у них ничего не получается. Они приглашают людей, но им отказывают. Пусть отказывают, ребята. Продолжайте приглашать. Чем больше, тем лучше. Сколько человек вам отказалось? 100, 200, ну и что? А сколько этих людей в интернете? Их миллионы. И все ищут заработок. Потому что сработать сейчас очень плохо. Этот кризис, он как начался, он так и идет. Найти хорошую работу, причем, чтобы все это было действительно официально и легально, плюс с такими условиями, что вы работаете дома. Вам наплевать вообще, что происходит на улице, метет там, юга, ураган или что. Вы работаете дома, в комфорте. Значит, если вы будете каждый день активно приглашать, то и вам повезет. Найдутся люди, которых заинтересует ваше предложение. И они тоже захотят построить свой бизнес с компанией Арифлейн. Главное не останавливаться. Начал, продолжай. Смотрите немножко. Сейчас я выключу камеру, чтобы слайдинг. Смотрите, что происходит, как у нас строится сама работа. Регистрируйтесь. Все, вы зарегистрировались. Активируйтесь в проекте. Далее. Получаете бесплатно сайт. Выбираете метод рекрутирования. То есть я уже говорила, методов очень много, как можно рекрутировать. Есть специальные вебинары по рекрутингу. Выбираете тот метод, который вам наиболее подходит, и начинаете им работать. Но это должен быть не один метод. Потому что если рекрутировать только в одном месте, в каком-то, да, не будет таких результатов хороших. Надо, чтобы было несколько методов. Далее. Рекрутируйте и находите новых партнеров. Регистрируйте их в свою команду. Смотрите свою структуру. Все повторяют ваши действия. То есть у нас происходит дублицирование действий, да. Все повторяют. Не надо изобретать что-то новое, какой-то велосипед. Расчете по нашей лестнице успеха и становитесь успешным. Становитесь лидером. Что же будет в результате, да, свой успешный бизнес, который можно передавать по наследству? Где еще есть такая работа, где еще есть такое предприятие, или где еще что-то есть такое, где вам позволят ваш бизнес передать по наследству? Да нигде. А компания Reflame такое как бы предоставляет, да, получает, можно, пожалуйста. То есть либо вам надоело, либо там уже, ну, возраст такой, что хочется уже отдохнуть. Почему не передать своим детям? Пожалуйста. Свободное время полностью распланированное вами. То есть вы сами планируете свой день. Вы сами знаете, когда вам рекрутировать, когда начинать с откликами работать, да, когда там еще что-то, когда обучение, когда что, когда посуду помыть. Вы сами планируете свой день. Путешествия. Личностный рост, карьерный рост, постоянно растущий доход. Ребята, классно, наверное, да, что нету потолка в доходе. Если вы будете работать на обычном наемном труде, вы когда-нибудь сможете получать неограниченный доход? Зависящий только от вас. Нет. Вот в основном это оклад. Вы получили свой оклад, и выше него вы не прыгнете, как бы вы ни работали, хоть того лучше работайте, но выше оклада вы не получите максимум премии. И то сколько там премий у нас на наемном труде? Тысяча две. Пассивный доход в перспективе. Тоже очень здорово, да? Признание компаний и партнеров за ваши успехи. Банкеты, конференции за границей. Ребята, с каким шиком это все проходит, как проходят конференции, это вообще, я не знаю, к этому нужно стремиться. Компания вот так о нас заботится, какие предоставляют нам возможности, где еще такие возможности можно встретить. Вот в 2017 году компания будет праздновать свое 50-летие, да, будет золотая конференция юбилейная, проходить на лайнерах. Два лайнера по 3000 лидеров, кухни мира, номера люкс, вообще все здорово. И вы за это не платите, за это платит компания. Вы путешествуете, видите мир, общаетесь со своей командой вживую, да, не только со своей, то есть со всеми. И за это все платит компания. Работа в команде с позитивными и успешными людьми. Тоже здорово. Вы не остаетесь один, у вас всегда есть команда, элитный стиль жизни. Если вы новичок, ребята, вот после всего, что сейчас я рассказала, вы понимаете, да, что вы, да, хотите действовать, вы хотите работать. Ваша задача сейчас, да, познакомиться со спонсором и вышестоящим менеджером. Добавиться в командный скайп-чат. Сделать с помощью человека, который вас пригласил, ваш спонсор, личный номер, активировать его, разместив любой заказ. Для чего нужно разместить заказ, ребята? Для того, чтобы ваш номер не удалили за неактивность, через, сейчас, по-моему, 4 месяца на это дается. Если вы не сделаете никакого заказа, не активируете, через 4 месяца ваш номер удалят за неактивность. А если вы сделаете любой заказ, хотя бы кусочек мыла, ваш номер будет активен 2 года. И если вы даже решите, да, когда-то, что вы не хотите строить бизнес с Арифлэем, а просто хотите остаться как лояльный покупатель, да, то есть пользоваться скидкой своей, просто покупать для себя, вы 2 года можете смело это делать, и ваш номер будет активен. Активировать свой номер, разместив любой заказ через свой интернет-магазин, получите и выполните все инструкции, которые вам дал человек, который вас пригласил. Там подробно все описано. Ежедневно будьте на связи с человеком, который вас пригласил, или с менеджером. Потому что, ребята, если вы пропадаете, сегодня есть, 2 дня нету. Ну, во-первых, спонсор не понимает, работаете вы, не работаете, что вам дать дальше, что вы уже прошли, что вы изучили, какой инструмент для работы вам дать. И если у вас нет вот этих систематических действий, если вы каждый день не делаете рекрутирование, если вы каждый день не обучаетесь, ну и результат будет такой же, не стоит тогда ждать каких-то доходов или высокого роста по карьерной лестнице. То есть всегда нужно быть на связи со своим менеджером или спонсором. Посещайте обучающие вебинары. Они у нас проходят ежедневно, я тоже выше об этом говорила. 9 утра, 11, 15, 17, 18, 21 по московскому времени. Да, понятно, ребята, что все вот эти обучающие вебинары не обхватить разом, но старайтесь посещать как можно больше. И у вас в голове тогда больше информации будет. И если вы начнете уже людей консультировать, у вас уже будет меньше таких моментов, когда люди вас в ступор поставят своим вопросом или чем-то, потому что у вас в голове будет информация. А если вы не будете посещать обучение, так о чем вы говорить-то будете? Вы сами не будете понимать, что вы здесь делаете, не то, что еще кому-то это объяснить. Итак, ребят, давайте подведем итоги. В чем суть бизнеса с компанией Арифлейм? Это создать большую организацию потребителей, где каждый будет покупать продукцию только для личного пользования. Что нужно делать, чтобы бизнес развивался? Рассказывать людям о всех возможностях бизнеса. Только когда вы человеку все рассказали, только тогда он начнет задумываться и вникать. Организовывать поток людей на презентации. То есть смотрите, ребята, даже если вы еще новичок и не можете как бы своими словами много рассказать, много объяснить, либо пытайтесь устроить встречу со спонсором, со злом со спонсором, да, если сами пока не можете этого, либо приглашайте сразу же на обучающие вебинары, чтобы человек мог в режиме реального времени задать вопросы какие-то, а не в записи. Когда человек смотрит записи, у него может возникнуть вопрос, но он постесняется обратиться к вам или спросить или что-то. Когда обучение проходит онлайн, человек онлайн на обучении присутствует, у него есть возможность в ту же сию минуту задать какой-то вопрос, который его волнует. Откуда берутся деньги в этом бизнесе? Это процент от созданного товарооборота вашей команды. Не только лично ваш, а все ваши команды и вас в том числе. Кто вам будет во всем помогать? Спонсоры и компания. Что вы получите в результате проделанной работы? Постоянно растущий доход, который можно передавать в дальнейшем по наследству, качественную продукцию, возможность путешествовать и быть финансово свободным человеком. Кто бы из нас не хотел быть финансово независимым? Да каждый хочет. Каждый хочет своей семье как-то детям своим обеспечить достойное детство, родителям, может быть, своим достойную пенсию, помогать родне своей. Как успешно стартовать? Очень просто, ребята. Слушать спонсора, делать все по инструкциям и не изобретать велосипед. Не надо ничего выдумывать. Надо просто повторять действия. Действия тех людей, которые уже добиваются что-то здесь. Наверное, не так просто они здесь сидят. Конечно, они чего-то добиваются, поэтому нужно дублицировать их действия, и все. Смотрите, мечта, цель, план, действие, результат. Вот когда в такой последовательности у вас мысли налажены, да, у вас есть какая-то мечта, с мечтой вы определились, и когда вы поставите точные сроки, когда эта мечта должна исполниться, это уже становится не мечта, а цель. Когда есть точные даты, точные цифры, это уже цель. А когда у вас есть цель, появляется план. А если есть, ребята, план, то, естественно, будут и действия. А если будут действия, будет результат. И только вот по этой схеме можно добиться результата. Мечта, цель, план, действие. В итоге результат. Смотрите, еще вот такой слайдик. Компания Reflame и основная работа. Он здесь у меня немножко некоррентно отображен, ну, понятно, думаю. Хорошо, Яна. Компания Reflame. Это неограниченный доход. Это зарплата с 17 раз в год. Это путешествия, это премии, это свободный график, это самая реализация. А что вы получаете на основной работе, если работаете? Потолок зарплаты? Все ограничены вашим окладом. Зависимость от начальства, что вам начальство сказало, вы то идете и исполняете. Страх потерять работу, особенно в результатах, как сейчас вот кризис, да, идут сокращения, вот на заводах, у нас череповцы Северсталь завод славится, да. Сколько людей оттуда сократились, сколько людей остались без дохода, а у них семьи, а мало того, что семьи у всех ипотеки. Работали, работали, все классно, все здорово, все хорошо, получали хорошую денежку, надо раздеваться как-то, да, пошли взяли ипотеку. А все, их сократили. Чем теперь ипотеку платить? Люди в таких долговых ямах теперь. Доход, ну, 4, 5, 12, ну, кого-то может быть сейчас 20, максимум 25 тысяч в месяц. Кто? Начальник, отсутствие перспектив. Почему перспективы отсутствуют? Да потому что вам никто не даст выше себя прыгнуть по карьерной лестнице. Кому надо, чтобы обычный работяга, допустим, продавец, стал директором этого магазина? Да никому не надо, есть свои директора. Да. Никто не будет вас продвигать. И, ребята, у меня уже, я подхожу к концу, такой слайд. Успешные люди вырываются вперед, используя то время, которое все остальные расходуют впустую. Вот задумайтесь, ребята, да, многие, кто ищет работу, особенно кто ищет работу в интернете, им, понимаете, им некогда здесь работать, но зато вот на грядках там в интернете урожай успеют собрать. Да, здорово. А потом вот это урожай с интернета, наверное, на кухню понесут, холодильник положат. То есть, когда все люди тратят свое время впустую, успешные люди вырываются вперед, используя это время правильно. Я желаю вам, ребята, чтобы вы свое время использовали правильно, рационально, не тратили его впустую. Какие-то игры или там просмотр телевизора или еще что-то, они вас не накормят, они ваш бизнес не разовьют. Ваш бизнес будет развиваться только тогда, когда вы будете рационально распоряжаться своим временем, когда будете обучаться, когда будете действительно вкладывать свои силы в свой бизнес. И вот такой на прощание слайдик «Все в твоих руках» и значок «Арифлэн». Ребята, действительно, все в наших руках. Как мы будем стараться, как мы будем развиваться, такие доходы мы будем получать, такой уровень жизни мы будем иметь. Поэтому стремитесь, развивайтесь, рекрутируйте, обучайтесь, и все у нас получится. Вместе поедем на золотую конференцию, на лайнерах, мир смотреть. Ребят, у меня все. Может быть, есть какие-то вопросы? Спасибо, ребят. Ну, вопросов, наверное, нету. Тогда спасибо всем за то, что пришли. Была рада всех очень видеть. Всем удачи, хорошего рекрутинга и всем по регистрации, как минимум. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok